Всем привет, меня зовут Дмитрий, я графический дизайнер, и сегодня мы будем делать вот такой вот красивый постер с фоткой бузовой. Вы можете сделать себе такую же аватарку для соцсетей. Поехали! Создаем новый слой с градиентной заливкой, добавляем фотографию, удаляем фон. Можно вырезать пером, но я думаю, что удобнее в особенной палочке, для этого нажимаем W. Выбираем Select Subject, и после того, как Photoshop автоматически выделил фон, кликаем на Select and Mask, чтобы откорректировать выделенный облак. Вставляем изображение на фон. Мне немного не нравится, как лежат волосы, поэтому я создам копию слоя. Для этого нажимаю Ctrl J и немного смещу ее, чтобы закрыть пустую область. С другой стороны с помощью штампа, а затем за платки уберу белую область на фото. Немного затемним эту область и уменьшим непрозрачность. Добавим на фон текстуру сияния. К слову, все материалы, которые я использовала в этом видео, а также PSD-файл, будут в описании к этому видео. Теперь кистью на новом слое нарисуем голубую и желтую полоску. Очень важно стараться использовать цвета, которые присутствуют на постере, чтобы картинка смотрелась гармонично. Чтобы кисть была такого же цвета, как, например, фон, я зажимаю Alt и кликаю на нужный цвет. Добавим облако и выберем подходящий режим наложения. Загрузим наши планеты и разместим их в произвольном обороне. Добавим свечение, выберем режим наложения Screen. Чтобы не было видно краев добавленной картинки, нажимаем Ctrl L и сдвигаем левый ползунок вправо. Создадим маску и черной кистью уберем лишнее свечение. Добавим еще один сплэс со свечением. Далее немного закрасим голубым цветом низы планет, чтобы они выглядели погруженными в это облако. Создадим новый слой и применим его как обтравочную маску к нашему изображению. Мягкой кистью нарисуем голубую и розовую линию. Теперь с помощью кривых постараемся добиться такого же эффекта. Сейчас нужно на белой маске рядом со слоем с кривыми кистью выделить области, которым не должен применяться эффект, который мы получили. Немного изменю цвет волос, сделаю его более розовым, например. Для этого рисую кистью на новом слое и играю с режимом наложения и непрозрачностью. Добавлю на наше облако розовую полоску внизу и засветы на каждую планету. Я сгруппировала слои с планетами, выделив их на ваших на Ctrl-LG, чтобы потом менять насыщенность и прочее для всей группы сразу. Создав новый слой и сделаю его обтравочной маской в группе с планетами. На новом слое кистью рисую цвет на планете. На новом слое розовым цветом закрашиваю низ планеты, меняя режим наложения, пока это не будет выглядеть красиво. Здесь главное правильно подобрать цвет. Продолжение следует... Продолжение следует... Изменим цвет губ. Для этого создаем новый слой, кистью рисуем поверх губ и выбираем режим наложения Hue. Создадим окружность без цвета, но с контуром. Не стоит делать контур слишком толстым. Открываем меню со стилями слоя. Это второй значок FX внизу. Или можно просто дважды кликнуть по слою. Делаем внешнее свечение. Далее вверху нажимаем на фильтр, выбираем Liquify. И появляется такое окно, где мы можем в произвольном порядке растягивать любые элементы. Тут, кстати, также можно менять размер глаз, губ, нос, их расположение, делать больше или меньше улыбку и так далее. После этого снова большой мягкой кистью на новом слое рисуем желтое свечение сзади головы. Вы можете делать постер, конечно, совершенно в других цветах. Главное, чтобы был контраст между свечением и фоном. Добавим шумы. Для этого после создания слоя со сплошной заливкой черного цвета перейдем в фильтры и выберем Noise. Далее нам останется только изменить параметры наложения и опасти. Немного откорректируем расположение фотографии и контрастность всего постера. Последние штрюхи. И постер готов. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забудьте написать в комментариях, было ли это видео полезным и для кого из звезд вы хотели бы, чтобы я сделала следующий постер. Ну а пока на этом все. До встречи в следующем видео.